Всем привет, с вами Денис Лэм в простом и понятном гайде на героев, и тут мы добрались до Тини. Итак, поехали! Тини это отличный инициатор, который неплохо дизейблит, пушит и в поздней стадии игры может не потерять свои силы. Давайте же разберем скилл билд Тини. Его первый скилл это Авлонс, нюк, который станет на одну секунду область и наносит урон всем, кто находится в ней. Следующая способность это Тос, одна из ключевых способностей Тини. С помощью нее можно разрывать прокаст, а ведь если мы применяем Авлонс и Тосним, то первый скилл подействует на цель два раза. Также с помощью Тоса можно очень круто инициировать, например, с Магнусом, Энигмой или, например, Кентавром. В умелых руках с Дайгером Тини приобретает способность свап, как у Винги, то есть можно аккуратно пробовать закидывать противника, только будьте с этим бдительны. Тини Тоса и первого, кто попадается под руку. Третья пассивная способность залечивает больные места Тиника, ведь в начальной стадии игры у него ноль армора. С прокачкой этой способности армор увеличивается и увеличивается процент ответного стана любого, кто атакует Тини. Ультимейт у нас является пассивным. Он увеличивает скорость передвижения, силу атаки и увеличивает силу Тоса в процентном соотношении, но при этом жертвуется скорость атаки Тини. С Аганимом у нас появляется в руках огромное дерево, благодаря которому мы увеличиваем радиус атаки и наносим огромный урон строением. Тини отлично убивает с прокаста, поэтому неплохо можно себя реализовать на центральной линии. Быстро получаем левел и легко можно убивать всех мелких саппортов на карте. Но в начале игры не стоит забывать про то, что у нас небольшой мана-пул. Он настолько мал, что 240 маны, а именно столько стоит его прокаст, у него просто-напросто нет. Это стоит окупить цирклеткой, либо другими айтемами. На легкой линии Тини отлично чувствует себя также в паре с любым дизейблом, будь то Свен, Кентавр и другие комбинации, вы меня поняли. С помощью них можно отлично убивать. Для пряморукого соло-мид инициатора после батла и аркан покупаем даггер. Можно попробовать Shadow Blade. Многие игроки любят реализовывать его через МОМ, но тут будьте аккуратней, так как армора у нас очень и очень мало. Зато решаются проблемы с атак-спидом. Есть смысл собирать аганим, манту-стайл на пуш, ВКБ против дизейблов. Также будет плюсом, если кто-нибудь из вашей команды, из саппортов, соберет Владимир, например. Комбинации айтемов с этим персонажем очень много. Смотрите по ситуации. И, кстати, в описании видео можно найти мой полный и подробный геймплей на тине. А в комментарии можешь указать следующего персонажа, на которого хотелось бы увидеть гайд. Если понравилось, подписывайся на канал и ставь большой палец. Всем удачной доты!